В эти дни в городе Тында Амурской области отмечают важную юбилей – 40 лет с начала строительства Байкала-Амурской магистрали протяженностью более 4000 километров. Ее строители преодолели семь горных хребтов и соорудили 3000 мостов и тоннелей. Летом работали в 30-градусную жару, зимой в мороз при температуре ниже минус 50. Магистраль называли трассой мужества, но получить путевку туда мечтали тысячи комсомольцев Советского Союза. Попасть на БАМ или стройку века, как ее тогда называли, удалось белореченцу Владимиру Андреевичу Петрову. Эта стройка имеет огромное значение. БАМ прорежет вековую тайгу. Пройдет там, где лежат огромные богатства, которые надо поставить на службу родине. Так говорил в 1974 году о Байкала-Амурской магистрали Леонид Брежнев. Владимир Андреевич Петров попал на БАМ в 1977. К тому моменту, уже успев поработать на Волжском химзаводе и Белореченском предприятии по производству строительных материалов и конструкций, приехали на голое место, где ничего еще не было. И сразу начали строить свой городок, так как собирались перевозить сюда семьи. Вообще задача какая? Трассу строили Трантехстрой, а вот всю инфраструктуру вдоль БАМа строили. Вот Уськут, здесь были Ставропольцы и Краснодарцы. Следующая Звездный Таюра, там Армения строила, потом Ния Грузинская, там Грузины. Кунерма, Кунерма, по-моему, где-то с Прибалтики кто-то, кажется, латуши. Магистральные ростовчане строили, Улькан строили, Азербайджан. Краснодар-Бамстрой, в составе которого работал энергетиком Владимир Андреевич, возводил жилье для работников магистрали. Многоэтажные дома, детские сады, школы, столовые и клубы. Конечно, для кубанцев сибирские морозы стали суровым испытанием. Мы, когда вышли на парад, первый раз октябрьский, там парады же всегда были в те времена. Вот на 7 ноября мы пошли на парад, все в полушубках, там местные смеются над нами, поодевались. Ну, где-то мороз градусов 15, там 20. А уже когда зиму мы пережили, то 20 градусов, мы уже все на распашку, уже нам тепло 20 градусов. Минус 20. Минус 20, конечно, да. На строительство Бама съехались тысячи молодых людей со всех республик Союза. На стройке царил большой энтузиазм. Люди были готовы работать день и ночь. Еду, да, там, ну, два раза в неделю, значит, еду один раз в Улькан, да, сопка, там, дорога вот такая. Назад возвращаюсь, уже этой сопки нету, уже, вот, техника там была японская. Объемы работ огромнейшие. Там взрывали, сгребали. Вот. Грандиозная стройка. Ну, а когда отдыхали, то весело и все вместе. Знакомились, играли свадьбы, рожали и воспитывали детей. У семьи Петровых, приехавших на БАМ с дочкой, здесь появился на свет сын. И спустя шесть лет жизни в Сибири они решили вернуться в Белореченск, где супруги устроились работать в пятую школу. Владимир Андреевич учителем труда, его жена завхозом. И более 30 лет они оставались верны своему выбору. Вот там потруднее было, чем на БАМе. Почему? Тяжелая работа учителя. Тяжелая. Кстати, везде сейчас по Белоречке, куда ни пойди, везде ученики, везде. О, учитель, привет. Ну а на память о тех по-настоящему исторических временах, помимо фотографий у Владимира Андреевича, остался вот этот небольшого размера диплом. Вот таких вот три в крае удостоверили. Нас три человека, почетных пассажиров первого поезда. Это вот западный БАМ первым сдавался. И, естественно, первый поезд вообще по БАМу, вот это был. Вот мне вот довелось там быть. Наталья Пирс, События и люди. Продолжение следует...